Звание сильнейшей команды Центрального федерального округа, завоеванное брянскими кикбоксерами в минувшем году в Липецке, обязывает руководителей областной федерации в наступившем сезоне ставить перед спортсменами и тренерами еще более высокие задачи. Тем более, уже сейчас на рассмотрении у губернатора области находится предложение Федерации кикбоксинга России о проведении в нашем городе чемпионата мира по этому виду спорта. Именно с поединка потенциальных участников мирового первенства и решено было начать сезон 2011. Ведущие брянские тяжеловесы Сергей Чугунов и Алексей Синдарев не скрывают своего желания попасть в этом году на первенство планеты. И поединок за звание абсолютного чемпиона области каждый из спортсменов рассматривал в первую очередь как хорошую возможность оценить собственные силы в бою с серьезным соперником. Сама же схватка выдалась, быть может, не такой яркой, как того ждали болельщики. Слишком высоки были ставки. Судьбу напряженного поединка решили считанные баллы. Бой был равный. Я даже не знал, кто победит. Одинаково. Даже судьи считали по баллам. На один-два балла я выиграл. Так что бой, конечно, был хороший. Соперник был достойный. Мы с ним первый раз встречаемся. Но был устал. Вслед за титулованными спортсменами на ринг вышли молодые кикбоксеры. В этом году в региональном первенстве приняли участие команды из девяти городов Брянской области и ближайших регионов. Проходят чемпионаты и первенства Брянской области по кикбоксингу в разделах К1 и Лайт-Контакт юношей. Участников 120 участников. Из городов приехали Брянцы, три команды, город Фокино, Стародуб, Унеча, это брянские команды. Также поддержали нас город Орел и город Жирногорск. Традиционно серьезным выглядит состав участников не только в мужской части соревнований. Среди девушек на первом в сезоне официальном турнире выступят сразу две чемпионки России прошлого года. Татьяна Капустина и Ольга Будачева. Сами спортсменки отмечают, что уровень областных соревнований, несомненно, вырос. Излишняя самоуверенность может сыграть с опытными бойцами злую шутку. Задача выиграть, опыт еще приобрести. Появились более сильные конкуренты. Несмотря на осторожные заявления лидеров сборной области по кикбоксингу, сенсации на турнире не произошло. Уверенную победу в общекомандном зачете одержали представители ведущей брянской спортивной школы «Олимп». На их счету восемь золотых медалей. Еще в семи весовых категориях первенствовали бойцы, представляющие спортивные клубы областного центра. Не остались без наград и гости. Спортсмены из Железногорска трижды поднимались на высшую ступень пьедестала. Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Комаров. События. Брянск.